друзья всем добрый день меня зовут сергей костюжов я директор по продуктов и сегодня мы с вами обсуждаем последнее обновление крупное обновление июня за последний месяц наша команда разработки серьезного работали и сегодня мы посмотрим что же у нас нового появилось какие новые возможности вы можете оставлять свои комментарии писать что хотелось бы добавить еще что можно было бы сделать лучше мы все эти ваши комментарии обсудим передадим в команды разработки и они повлияют на дальнейшее развитие продукта поэтому поехали и так хочется начать с мобильное приложение юдс бизнес мобильное приложение удаст бизнес очень важно почему потому что вы хоть поле и у всех собой мобильные устройства мобильные телефоны соответственно мы стараемся в последнее время исповедовать принцип mobile first чтобы любая возможность которую мы создаем она появлялась и была доступна и удобно юному мобильному устройству сейчас мы находимся в стадии активного развития мобильного приложения удаст бизнес чтобы там появлялись новые новые возможности прежде всего мы хотим закрыть вопросы оперативного характера вы знаете что сейчас приложению можно оперативно реагировать на отзывы отвечать на сообщения обрабатывать заказ все это уже сделано но также мы понимаем что есть еще целый ряд вопросов которые не реализованы будут реализованы в ближайшее время бежать например следующего обновления мобильного приложения появится возможность делать возвраты по операциям соответственно возвращать баллы в этом обновлении мы поработали над статистикой но что мы понимаем что очень важно любой момент времени контролировать что происходит с бизнесом а также делать какие-то выводы и так что же у нас появилось давайте посмотрим очень большие изменения произошли на главном экране если вы помните там было буквально парочка цифр сейчас туда переехали цифры которые вы привыкли видеть в удс админ веб когда вы заходите с компьютера вы видите стартовую страницу дашборд где много много разных цифр теперь эти цифры переехали сюда мы получали вашу обратно связь то что в приложении цифра 1 с компьютера цифра другая теперь все цифры считаются одинаково не будет никаких расхождений и вот здесь вот на этом экране вы теперь можете увидеть оперативные цифры что происходит прямо сейчас прямо сегодня в вашем бизнесе давайте пройдемся по цифрам и посмотрим первый блок называется финансы здесь можно посмотреть суммарный оборот который прошел сегодня и его распределение реальный доход сколько денег занесли ваши клиенты и какую скидку процентном соотношении и в рублях вы предоставили следующем блоке видим сколько было сегодня покупателей сколько из них пришло в первый раз это новое и сколько из них в общем-то оцифровано в приложении вот если посмотреть на скриншот который сейчас у нас на экране видно что сегодня в компании пришло четыре человека два из них пришли в первый раз к нам все четыре человека оцифрованы то есть у всех четырех человек установлены мобильное приложение ютс даже если была оплата по номеру телефона все четыре зарегистрированы это хорошо потому что до них можно дотянуться дальше при помощи пушей при помощи других наших инструментов вот и соответственно еще один блок который появился это блок операции в котором мы видим сколько всего было покупок опять таки видим что 4 это говорит о том что каждый из покупателей по одной упаковке нам принес и также видно сколько было заказов заказов у нас не было и сколько был возврат за текущий день важная информация если мы хотим углубиться дальше что мы можем пойти в детальную статистику пока мы не ушли далеко скажу что другие блоки которые раньше были повыше это блок с еженедельной статистикой это блок с отчетом результатах использования юдс все эти плашки остались надо просто проскользить вниз и там они у нас тоже есть друзья здесь очень важный вопрос у меня есть к вам мы будем воспринимать страницу так что она должна показывать собственнику что происходит важного если есть какие-то цифры которые надо собственнику показать в моменте чтобы он посмотрел на эти цифры и понял что ему нужно делать ну например если он видит что за сегодня покупать или нет это говорит о том что сотрудники на кассе плохо работает скорее всего надо там написать пригрозить проконтролировать если есть какие-то цифры которых для оперативного контроля не хватает которые мы могли бы сюда вывести напишите пожалуйста в комментариях чтобы мы эти цифры тоже добавили в целом эта страничка будет дополняться например на этой страничке мы планируем разместить информацию о том что есть негативные отзывы мы хотим разместить сюда информацию о том что есть подразительные операции мы хотим разместить сюда информацию о предстоящих вебинарах и обновлениях например как это происходит когда вы заходите с компьютера в uds admin эта страничка должна стать таким точкой такой точкой оперативной информации и поэтому пожалуйста пишите что нам нужно сюда добавить еще это конечно же не все если вы видите то наверху появилась такая кнопочка со столбиками и в целом вот на эти блоки покупателя операции тоже можно нажимать что же происходит если мы туда нажимаем в ds бизнес мобильном приложении появилась подробная статистика как туда попасть попасть можно двумя путями можно нажать на иконочку которая выделена оранжевым цветом также можно зайти в профиль и нажать на кнопочку статистика в этом случае у нас появится выбор что мы хотим посмотреть статистику по клиентам или статистику по операции это ровно та же самая статистика которую сейчас можно посмотреть с компьютера но она упакована в более удобный вид для мобильных устройств здесь пока нет графиков но есть все цифры есть все фильтры мы знаем что наши предприниматели активно используют фильтры для того чтобы делать какие-то выводы о том как у них работает и ds как у них работает бизнес и теперь все эти возможности доступна прямо с мобильного приложения с мобильного устройства так давайте разберем что у нас появилась подробная статистика по клиентам как это выглядит как выглядит подробности статистика по клиентам если вы перейдете сюда здесь появляется очень длинная страница который меня даже не поместилась на экран здесь все цифры которые вы привыкли видеть очень подробно сколько у нас всего клиентов оцифровано за период сколько из них реально пришли и совершили покупки можно увидеть сколько денег они принесли средний чек остаток баллов все эти цифры не новые и наш предприниматель с ними работают в версии на экранах компьютеров теперь доступно мобильном приложении также здесь появился возраст покупателей понятная диаграмма провели какой-нибудь маркетинг активность на привлечение источник трафика активно у нас где-нибудь рекламе крутится смотрим какие люди у нас цифровать какой у них возраст какой у них пол вся эта информация теперь доступна мобильном приложении обратите внимание пожалуйста на иконочку которая есть в правом верхнем углу видеть там такая вороночка нарисована с точкой эта кнопка открывает фильтр для того чтобы нашу статистику каким-то образом уточнить добавить дополнительный параметр если там стоит . значит у нас уже выбран какой-то фильтр можно нажать туда и посмотреть что у нас там есть какие у нас здесь фильтры давайте посмотрим этот все тот же самый список фильтров которым вы привыкли в полной версии с ваших компьютеров абсолютно все фильтры перечивали сюда мы можем посмотреть статистику по абсолютно любому сегменту даты регистрации оцифрован не оцифрован пол последняя покупка сколько денег оставил клиент возраст можно смотреть информацию по кассиру например то есть нас здесь например есть на третьем скриншоте параметр пригласивший кассир выбираем сотрудника смотрим сколько за период он привел людей огромное количество раз самые разные формации рфм сегменты теги реферальный уровень реферальный уровень нам дает понимание например сколько людей к нам приходит по рекомендациям вот этот мощный аналитический инструмент он у нас появился тоже в мобильном приложении это важно потому что опять-таки предприниматели собственники не носят с собой компьютеры и пожалуйста теперь смотрите статистику делайте вывода прямо в мобильном приложении все это доступно если каких-то опять-таки фильтров не хватает если не хватает каких-то цифр играть пожалуйста пишите в комментариях и мы с вами все это обсудим и конечно тоже повлияет на то что наша команда разработка будет делать дальнейшем это не все потому что еще добавила статистика по операциям опять-таки мы взяли цифры которым вы привыкли полной версии uds компьютера и перенесли их мобильное приложение это напоминает цифры которые есть на главном экране оборот доход скидка средний чек но здесь мы можем фильтровать эту историю мы можем выбрать конкретный период вы видите что вот наверху есть такой выпадающий список сегодня можно туда нажать и выбрать любой диапазон дат также мы можем фильтровать по различным параметрам можно выбрать филиал можно выбрать сотрудника который работал на кассе и посмотреть какие у него показатели по среднему чеку например можно фильтровать заказы через приложение абсолютно все те же аналитические разрезы которые есть полной версии теперь доступны с мобильного приложения поэтому пожалуйста пользуйтесь делайте выводы и мы надеемся что это действительно принесет пользу будем смотреть по статистике как использует предприниматель этот раздел вижу что вопросов пока нет я надеюсь что все нравится все понятно если вдруг непонятно пожалуйста пишите все разберем еще из важного что у нас поменялось вы знаете что у нас есть клиентская база и в мобильном приложении теперь работать не стала еще удобнее во первых поменялся внешний вид но самое главное что здесь на этой страничке тоже появились кнопки фильтров это значит что мы можем зайти в мобильное приложение и опять-таки найти нужных нам клиентов теперь не только по поиску не только по имени помимо мы можем найти клиентов которых привел опять-таки конкретный кассир клиенты которые к нам давно не приходили клиенты которые приносили много денег по фильтрам все это доступно если мы говорим про список клиентов списка операции по там доступны все эти фильтры которые мы до этого с вами видели статистике то есть если мы говорим про операцию пожалуйста тоже можно найти все возвраты которые были за определенный период в определенные дни ближайших обновлениях появится детальная страничка операции соответственно сможете посмотреть какой сотрудник совершил продажу и в результате который произошел возврат и так далее то есть очень много небольших но важных сценариев реализуется при помощи вот этих фильтров если мы говорим про клиентскую базу то теперь опять таки вот все вот эти фильтры они теперь вашего распоряжения для того чтобы прямо с мобильного телефона найти всех необходимых клиентов вплоть того что например рекламной кампании видите что у нас здесь появился фильтр рекламных компаний и вы например запустили рекламу в ds можно вот заходить клиентскую базу вашу выбирать фильтр рекламной кампании и смотреть прям какие конкретно люди к нам оцифровались по конкретной рекламной кампании вот вижу сразу сходу что арсен пишет важный для нас вопрос продаем плитку бывает надо отменить операцию я в дороге когда бы такая возможность отмена операции как раз таки сейчас мы в процессе реализации этой задачи в следующем обновлении мобильного приложения появится детальная страница операции и на этой детальной странице операции будет возможность сделать возврат ну соответственно баллы вернуться все будет хорошо эта задача уже в работе это довольно большой участок функционала над которым мы долго работали и мы рады что наконец-то вышел если опять таки вы считаете что каких-то цифр не хватает обязательно напишите нам сейчас в чат можете написать или может написать форму обратной связи которая у нас заперплена в чате мы обязательно рассмотрим ваше обращение и добавим по возможности эту цифру мобильное приложение к слову прямо сейчас наша команда разработки занимается оптимизация расчета статистики и также единообразием расчета потому что мы получаем периодически запросы на сопросто в некоторых состояниях фильтра в некоторых кейсах средний чек в одном разделе считается одним образом другом разделе как-то по-другому и сейчас мы работаем над тем чтобы во всех местах цифры сходились чтобы в самых разных состояниях фильтров у вас не возникало вопрос о том как считается тайная цифра чтобы все считалось прозрачно потому что мы понимаем что для предпринимателя цифра это очень важно это деньги это показатели работы системы и бизнеса в целом это приоритет и поэтому на этим мы сейчас работаем елена спрашивает по источникам трафика удс и новые компании планируются ли фильтры очистки правильной оцифровки если я правильно понимаю ваш вопрос он касается ситуации когда человек пришел в заведение но в заведении он не оцифровался не на кассе перед этим он за счет зашел приложение и присоединился компании он попадает в источник трафика не сотрудника а в источник трафика и ds мы получаем такие запросы от партнеров прежде всего иногда и от клиентов и мы думаем о тем как это не инженерно решить максимально просто мы понимаем что сейчас это делается вручную при составлении отчетов в сходных таблицах мы можем это делать автоматически но стараемся делать так чтобы это не создавало нагрузку на систему не приводило к выражению продукта и поэтому здесь нужно подобрать правильные инженерные решения сейчас мы в процессе будет ли дополнен источник трафика без рекомендации а что вы имеете ввиду под этим источником трафика без рекомендации напишите пожалуйста что конкретно вы хотите здесь увидеть друзья сейчас мы отвечаем на вопрос который касается статистики если вы задаете другой вопрос я вижу такие вопросы есть мы на них ответить в конце вопрос который касается не нового функционала а работы системы в целом пока вопросов больше нет мы с вами идем дальше еще одно важное обновление касается обратной связи мы понимаем что обратная связь это базис это один из одна из тех функциональности ради которых в принципе предприниматели нанимают покупают наш продукт потому что любая обратная связь это точки роста можем видеть что у нас не так исправить это отработать негатив сделать так чтобы в следующий раз эта проблема не вызывала отторжения не мешало клиенту наслаждаться нашим сервисом и соответственно если какой-то клиент негатив сделать его постоянником сейчас ну точнее неделю назад обратная связь нашей системы сводилась потому что после каждой покупки мы отправляли пушеведомления о цене показалось качество обслуживания это крутой инструмент и действительно сотни тысяч отзывов с реальной конструктивной критикой получили предприниматели мы надеемся что они сделали выводы сделали свой бизнес лучше но также мы понимаем что есть сценарии в которых у клиента нету возможности оставить обратную связь юдс самая простая причина сожалению такое бывает когда сотрудники на кассе не предлагают использовать юдс отказываются списывать баллы такое бывает и у нас не было возможности во первых даже выявить эту историю во вторых этот негатив он вырывался на другие площадки мы получаем единички иногда в appstore play market не потому что приложением с приложением проблема потому что клиент отказались обслужить на кассе или же если вашего клиента отказались обслужить на кассе отказались писать ему баллы которые вы начислили на день рождения он идет в агрегаторы какие-нибудь карты и оставляет там негативный отзыв который видят все мы понимаем что эта проблема и понимаем что предприниматель надо дать альтернативный канал сбора обратной связи чтобы клиенты которые даже не совершали покупку через юдс могли написать собственнику напрямую написать что не так и пожаловаться и вот последнее обновление которое у нас произошло на прошлой неделе у нас появился новый модуль фактически модуль оценки отзыва теперь называется обратная связь и рядом с оценками и отзывами там появились жалобы и предложения как это выглядит в мобильном приложении на страничке каждой компании у нас появился появился вот такая вот кнопочка зелененькая с конвертиком там написано что то не так отправьте ваши жалобы и предложения это поможет нам улучшить качество сервиса это еще одна точка контакта с клиентом мы фактически проверяли гипотезу а будут ли люди заходить на страницу компания чтобы оставить жалобу и мы видим что да уже по сути за несколько дней которые используются за несколько дней после релиза уже сейчас сотни отзывов жалоб и предложений через эту кнопочку оставили клиента и мы видим что это сделано не просто так потому что это действительно важные проблемы на которые собственный должен среагировать что происходит после нажатия на эту кнопочку открывается вот такой вот экран на котором мы собрали топ причины по которым клиент обычно жалуются в техническую поддержку на внешние сервисы что это за такие темы первое отказали в обслуживании по юдс заведение отказались начислять списывать бонус к сожалению как я уже говорил это реальность в некоторых заведениях кассиры по каким-то причинам просто забывают спросить или прям даже отказываются действительно или может быть есть технические проблемы с интеграции и теперь у клиента есть возможность нажать сюда и написать отзыв которая падает на прямую предпринимателю второе не начислили бонусы обещали клиенту кэшбэк не пришел кэшбэк или не пришел сертификат это может говорить о том что либо что-то пошло не так либо неправильно провели операцию либо ее может быть удалили ли может быть вашей компании стоит отложен начисление кэшбэка но клиент об этом не рассказали клиент негативе это например а по поменять скрипты для ваших сотрудников чтобы они по-другому рассказывали бонусной системе еще один еще одна тема не понравилось качество товаров услуг такое тоже может быть и мы видим уже сейчас что через эту кнопку тоже оставляет клиента жалобы и предложения еще одна проблема с обслуживанием и последняя это прямо такая широкая вороночка абсолютно свободная форма где клиенты пишут очень разные вещи давайте посмотрим что происходит дальше как я уже говорил более 300 отзывов за несколько дней оставили наши клиенты и куда падают эти отзывы в юдс бизнес в разделе обратная связь у нас появилась вторая вкладочка жалобы и предложения где абсолютно простым понятным списком показываются все жалобы и предложения по всем тем темам которые я показывал на прошлом экране вот скриншот из компании видим что не начислены баллы последний счет перед закрытием такой официант был перевод вот начислить бонус только за один чек обедали в ресторане сказали что начислить бонусы позже но не начислили сразу видно что в общем то есть какие-то вопросы персоналу я думаю что если бы это функционал не было то может быть эти вопросы доходили бы до собственно не так явно на этой страничке вы можете если у вас таких отзывов много отфильтровать их то есть если нажать на кнопочку фильтра можно выбрать только предложение выбрать жалобы на начисление бонусов или жалобы на проблему с обслуживанием и также можно выбрать выбрать диапазон дат за которые вы хотите посмотреть жалобы и предложения итак давайте посмотрим вопрос поверили какие-то вопросы по этому функционалу пока вижу вопросы по статистике мы позже на них до ответим можно ли докупать теги не могу найти в мобильной версии жаловое предложение во мобильной версии в мобильном предложении you do as business раздел жалобы предложение появится уже в следующем обновление мы торопились этот функционал донести до вас как можно скорее поэтому я появился пока только в полноценной версии для компьютера совсем скоро в ближайшем нам бизнес этот раздел появится уже и в мобильном приложении также быстроты реагирования мы будем показывать счетчики что у вас появилась новая жалоба чтобы вы не пропустили ни в коем случае обратно связь от клиента так вопросов по этому функционалу нет видимо все понятно я очень оптимистически настроен по отношению к этому функционалу потому что уже вижу какие отзывы пишут клиенты второй момент о котором хотелось бы сказать мы как администрация компании будем тоже следить за этими отзывами наши сотрудники технической поддержки будут также получать оповещение о том что какой-то конкретной компании очень большое количество жалоб на то что не начислили бонусы или отказали обслуживание по юдс в этом случае мы тоже будем обращать внимание на эту компанию связываться и обсуждать что в общем то не так и стоит ли вообще продолжать сотрудничество если вы создаете такой негатив по отношению к нашим клиентам поэтому пожалуйста будьте бдительны следите за этими отзывами чтобы качество обслуживания соответствовало стандартам юдс и вашим вашем заведении на все было в порядке можно было списывать начислять бонусы и клиента чтобы были счастливы и довольны давайте пойдем пока дальше что еще она вот кстати так выглядит экран если мы нажмем на отзыв то мы перейдем на детальное окошечко где можно опять таки как дальше с этим клиентов взаимодействует можно либо ответить на отзыв в этом случае мы отправляем ответное сообщение клиенту также как это происходит с нашими стандартными отзывами клиента приходит пуш уведомления либо же мы можем нажать на имя клиента перейти на его страницу где увидим все его контактные данные можно ему позвонить написать на почту в общем то все как вы обычные делать в других ситуациях поехали дальше следующее наше обновление касается функционала цифровых бонусных карт в apple wallet мы получали довольно много обращений о том чтобы добавить пуш рассылки полноценные пуш рассылки в функционал цифровых бонусных карт мы это сделали провели большое исследование и выпустили функционал который позволяет наши две стандартных уши ссылки новостей добрый дублировать также и функционал карт и плываль как это работает если ваши клиенты работают не только через мобильное приложение у них есть цифровая бонусная карта то вы точно также создаете новость выбираете нужные фильтры нажимаясь на кнопку отправить push и пуш уведомления отправляется не только в мобильное приложение но и также появляется в телефонах тех у кого установлена бонусная карта что происходит дальше если мы нажимаем на этот пуш то откроется к сожалению не страничка новости откроется бонусная карта с qr-кодом вашим логотипом и картинкой это функционал цифровых бонусных карт apple wallet мы на него не можем влиять и поэтому открывается только бонусная карта но на обороте карты если вы нажмете на кнопочку инфо будет продублирован текст новости которого сделали пуш рассылку фактически пуш рассылки через функционал apple wallet реализована что касается телефонов на базе операционной steam android там к сожалению отправка пуш уведомлений приложению google pay через которой реализована бонусная карта на android невозможно поэтому эта функция будет работать пока только на ios мы рассматриваем альтернативные приложения для того чтобы разворачивать бонусные карты в приложи на android устройство есть самые разные приложения но опять-таки зачем городе из зоопарк приложений если есть мобильное приложение ютс поэтому пожалуйста доносите до ваших клиентов ценность того что мобильное приложение это самый удобный способ копить бонусы взаимодействовать с клиентом взаимодействовать с компанией мы не останавливаемся на этом обновлении и в ближайшее время то есть это следующее обновление которое будет нас в конце июня появятся еще и пуши о начислении баллов почему это важно потому что пуши о начислении баллов делают возможным самые разные сценарии в том числе например сценарий автоматизации которые у нас реализованы в том числе через начисление баллов например вы можете реализовать механику что если человек давно не приходил то ему автоматически через 30 дней отправляется 100 баллов например с каким-то определенным текстом в этом случае в рассылке не в рассылке в общем-то в телефон который установлен валит карт этот пользователь получит пуш уведомления потрясающая история потому что можно опять-таки делать какие-то нестандартные истории с рфм анализ выбираем рфм сегмент выбираем сегмент клиентов отправляем баллы и отправляется рассылка данному сегменту клиентов еще одна важная вещь которая добавится в ближайшем обновлении с вайд картами эта информация на обороте карты вы знаете что на обороте карты был валит можно добавлять самую разную информацию контактные данные кита актуальные акции и предложения описание компании ссылка на страничке в социальных сетях вся эта информация тоже будет доступна соответственно при создании цифровой бонусной карты вам нужно будет указать какую информацию хотели бы разместить на обороте карты эта информация будет размещена и соответственно ваших клиентов появится дополнительная возможность узнать что-то вашей компании что хочется сказать про пуш рассылки в целом появление пуш рассылок делает нас максимально конкурентоспособным решением мы видим что наши партнеры пишут у наших конкурентов безлимитные пуш рассылки сделайте пожалуйста вот пожалуйста пуш и начисление баллов которые можно прорвать вашим клиентам пуш рассылки в его валят сделаны и наш продукт ничуть не хуже чем продукты конкурентов даже в этой плоскости но опять-таки если вы хотите максимального результата для бизнеса то конечно же мы рекомендуем использовать не функционал apple валят а мобильное приложение uts потому что там доступно доступен узнал обратной связи доступен функционал сертификатов и многое-многое другое чего к сожалению нету apple валят и google pay и не появится поэтому пожалуйста используйте мобильное приложение юбс юбс магнит для андроидов уже работает что такое с магнит для андроидов ермак ермаков я к сожалению не понимаю пишите пожалуйста подробно пуш и по баллам это класс клиент видит выгоду свою особенно от реферала бонус получает и видит бизнес где это работает что этот функционал совсем скоро он появится и так вижу что вопросов по цифровым бонусным картам пока нет поэтому давайте пойдем дальше двигаемся в тайминге хочется сказать по 200 разная история которая направлена наверное на комфорт пользователя это вопросы связанные про связанные с авторизацией в веб-версии то есть это веб-сайт предпринимателя который открывается в браузере а также при получении цифровой бонусной карты apple валюта google pay появилась возможность авторизоваться не только через звонок но и через telegram это очень важно потому что к сожалению звонки не очень стабильно проходят за пределами российской федерации теперь странах снг доступно получение был валюта рынок открыт друзья поэтому пожалуйста пользуйтесь telegram потом для того чтобы авторизовывать пользователей и раздавать карты в apple валют и google pay как это работает нажимаем на кнопочку telegram попадаем на следующий экран при нажатии кнопочку перейти мы попадаем в telegram бота на котором нажать одной кнопки мы подтверждаем номер телефона затем нам нужно вернуться обратно в браузер и продолжить регистрацию это абсолютно надежный способ который гарантирует авторизацию по номеру телефона напоминаю что этот способ доступен и в мобильном приложении uds поэтому если вдруг вам не пришел звонок воспользуйтесь этой кнопкой чтобы наверняка авторизоваться зарегистрироваться по номеру телефона этот способ ничуть не хуже для бизнеса потому что в этом случае бизнес тоже получает номер телефона клиента если говорить про звонки то здесь мы тоже ищем новые способы альтернативные способы которые точно доставят звонок до клиента и возможно если вы попробуйте авторизоваться мобильном приложении теперь то вам не просто поступит звонок а мы попросим вас взять трубку и выслушать код такой способ авторизации у нас тоже появился предсказать это трудно потому что предсказать какой способ упал попадется потому что это зависит от состояния сети от того какого сотового оператора вы используете наша система по умному выбирает нужный способ авторизации и предложит вам либо ввести последние четыре цифры номера телефона либо взять трубку и ввести код который вам продиктует робот на том конце трубки мы продолжаем исследовать рынок и находить новые решения которые позволят вам авторизовать ваших клиентов бесшовно без ошибок быстро и просто для простоты мы рекомендуем использовать авторизацию через telegram авторизацию через apple айди авторизацию через gmail потому что это максимально быстрые способы которые позволяют не создавать очереди на кассе и в максимальное короткое количество шагов для клиента его зарегистрировать авторизовать и позволить ему списать начислить бонус вот в целом это все крупные обновления которых я хотел сегодня вам рассказать есть очень много небольших важных изменений которые вы тоже может быть заметили рассказывать о них долго но их много они влияют на стабильность и удобство работы системы